Игорь Гусев Это история классическая. Я помню советский детский сад, когда воспитательница нарисовала «Волгу», 21-я модель, карандашиком. Всем детям выдали карандаши и говорят, рисуем что-то на тему автомобилей. Но я, естественно, там разогнался, как дети рисуют там, едут машины, у них так фары видны, свет такой экспрессивный. Дорога обязательно должна идти по самому нижнему краю листа. И мне казалось, что очень хорошая работа. Вот. А один парень, он просто сидел ближе всего к этой машине, он срисовал ее. И она была нарисована в голубых тонах, а он срисовал в розовых. Воспитательница сказала, говорит, это самая лучшая работа. Вот. И я понял, что, блин, все внимание вот этому человеку, художникам быть хорошо. Так, буду художником. А в училище я поступил не с первого раза. Меня завалили в первый раз на диктанте, хотя я уже писал на пять его. Поставили двойку. Вот. И когда второй раз я поступал, хотя многие мои друзья тоже вот так несколько раз поступали, состоявшиеся художники их срезали. А те, кто поступал с первого раза, они потом шли в бармены или в милиционеры. В училище, ну, я не был очень средним учеником по мнению преподавателей, потому что там обычно в любом училище есть свои звезды. Это технари, которые умеют нарисовать все идеально, написать все идеально. Они всегда делают отличные композиции, всегда впереди всего курса, они самые лучшие. Вот. Я старался, потому что было сил, но как-то три-четыре, три-четыре. У нас в Одессе был музей современного искусства в 90-е, Тирс. Его потом закрыли и там на этом месте построили банк. Ну, не построили, просто в этом же заведении. Это Шахский дворец, рядом с Точным мостом. Кто был в Одессе, он знает. Вот. И я там выставлял свои первые работы. Ну, тогда искусство современное – это было делом избранных. Тогда мало кто понимал в этом что-то, и выставляться там – это было чем-то сверхъестественным. Мне кажется, что мне интересно придумать, потому что воплотить… Сейчас все работают с фотошопом, я, конечно, не исключение. Есть, конечно, какие-то гении, которые могут себе позволить не освоить компьютер. Вот. Когда ты уже делаешь эскиз в фотошопе, уже понятно, что живопись будет другая. Но 90% работы уже сделаны, и иногда воплощение уже в материале бывает хуже, чем первоначальный эскиз. Поэтому придумывать гораздо интереснее. В украинской традиции современного искусства преобладает байка, анекдот. Люди любят нечто, что цепляет, и нанизанное на современную какую-то традицию – все-таки какое-то повествование литературное. Хотя я в этом преуспел. Вот. Это даже не мое мнение. Вот. Я понял, что от этого нужно уходить, потому что высказать что-то метафизическое и такое более философского толка высказывание для меня сегодня гораздо важнее, нежели такой сиюминутный анекдот. Вот. Я стал от этого постепенно уходить, но не мог найти языка, чтобы начать об этом разговаривать. И вот когда я вышел на вот эти деформации, я понял, что для меня открылся большой очень спектр возможностей. Потому что, в принципе, я сам по себе не имею своего личного изобразительного языка как живописец. Я могу писать в очень разных манерах. И с одной стороны это хорошо, а с другой стороны художник, который пишет только в одной манее, он узнаваем. И это его большой плюс. Каждая моя следующая работа была совершенно не похожа на предыдущая. И это уже доставляло какой-то дискомфорт и галеристам, и критикам. Они не знали, как, что с этим делать. Ну, благо, еще большая такая, существовала большая территория для того, чтобы куда-то разделаться, ни в кого не впадать. Я искал какое-то слезующее звено. И вот этот эффект, вон, с одной стороны, как деформация, брак и такой трешевый знак. С другой стороны, он добавляет декоративность, и он мне как бы помог. Я начал переосмысливать реальность с помощью этого эффекта. Космонавты, ну, вот я когда начал их делать, космонавтов своих, несколько лет их поделал. И уже потом увидел, что здесь существует в интернете такое изображение, куда можно врезать свою голову. И уже даже какие-то некоторые все поклонники говорят, ну, ты же делаешь то же самое. Если я это увидел раньше, я бы никогда не начал. И такая вот очередная байка, то бишь, кинозвезда в Советском Союзе, она была сродни космонавту, настолько же известная. И я решил сравнить эти два образа и соединить их в один. И после этого первая работа была Юра, это был Юра Никулин. Она называлась Юра. И дальше пошло степ-бай-степ. Остальные вещи уже пошли звезды. То бишь, если ты рисуешь звезду на работе, то работа уже обречена на успех. Ты такая, о, так это же Эдди Мерфи. Картина уже нравится, да. Вот, а еще, значит, это современное искусство еще, к тому же так вообще. И я как-то впал в такую прелесть на долгое время. Ну, я не жалею ни о чем, но сейчас я переосмыслил и понял, что это не мой путь. Я в Одессе устроил в середине 2000-х такую серию акций на Старконом рынке. Это Одесская барахолка. Там была идея такая. Человек приходит на барахолку, покупает за условную сумму там 100 гривен какого-то барахла, делает из него инсталляцию и тут же выставляет. Эта акция просуществовала, их было 20, они в течение трех лет мы их делали. Вот, у каждой акции был другой куратор, вот, и другая тема. Ну, материал был в основном тот, который... Тем, кому было жалко тратить деньги, из чуланов доставали барахло и делали из них. Вот, отбора не было никакого. Если была вещь абсолютно безнадежная, я ее просто ногой там спихивал с выставочного пространства, говорю, нет, это выставляться не будет. Вот. И так мы очень успешно просуществовали, я выпустил каталог по итогу. Вот. А галерея, это был уже зимний наш вариант. То бишь, летом мы выставлялись на барахолке, а зимой наша разбуженная детская публика, ну, не публика, а художники, вот. Они такие говорят, ну, а что ж, давайте как-то и зимой. И тут у меня оказалось, что у знакомых есть подвал, недалеко от моей студии, и я говорю, надо его осваивать. Вот. И мы там сделали галерею. Она функционировала ровно один день, когда было открытие. На неделю она закрывалась, и через неделю следующую выставку она тоже была открыта. Вот. Это было крайне удобно, потому что это был подвал, куда можно было зайти и забить гвоздь, тут же повесить работу за полчаса до выставки. Рядом же доходился магазин, где мы закупали вино. Вот. Все было очень удобно. Вот. И так она тоже несколько лет просуществовала, пока ее у нас не забрали, и там не сделали офис. Все такие говорят, вот, Гусев просер был норму. Я говорю, я для вас ее сделал. Ну, это норма называлась галерея. Вот. Я для вас ее сделал. Вы ничего не сделали для того, чтобы она осталась. А когда она исчезла, оказался виноват я. Я бы хотел из режима поиска выйти в режим какого-то стабильного существования, то бишь лет пять, пуделать вот именно вот эту тему, чтобы уже вот закрепиться в ней. Вот. Поэтому особо никуда не движусь. Я осваиваю пространство, которое вокруг себя очертил. Есть, конечно, какие-то интересные проекты новые, там, с кино связанные. Но пока об этом еще рано говорить. Ну, вот, может быть, вернусь немного к музыке. Я не боюсь. Мне нужно, наоборот, застопориться, потому что... Чтобы все... Чтобы люди устали от этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok